О репрессиях путинского режима, а также о зверствах вагнеровцев. Прямо сейчас поговорим с адвокатом и правозащитником. Николай Полозов присоединяется к нашему эфиру. Николай, здравствуйте. 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 Николай, ну вот если еще говорить о продолжении этого сюжета, который был у нас сейчас в эфире, что вы скажете об арестах иностранных граждан в России? Помню, что часто разные посольства в свое время призывали своих граждан покинуть территорию, собственно, Российской Федерации, в том числе из-за вот таких необоснованных задержаний. Ну, совершенно очевидно, что путинский режим набирает заложников для того, чтобы в последующем использовать их в своих политических целях, либо использовать для обмена на своих агентов, либо в преддверии того, что все-таки санкции усиливаются, возможно, на каких-то акторов кремлевского режима, которые находятся за рубежом специальных бизнесменов, членов семьи и так далее. И в данном случае, конечно же, вот этих заложников Кремль рассматривает исключительно как политический материал и будет использовать их таким образом. По-другому, в принципе, эти люди им, в принципе, не нужны. То есть только для последующих каких-то действий. Да, и вот Блумберг пишет о том, что схема задержания иностранных граждан в России не нова, является отработанным до деталей процессом. Николай, объясните, пожалуйста, кто в первую очередь действительно попадает под прицел российских спецслужб? Ну, совершенно очевидно, что это журналисты, это люди, которые имели отношение к вооруженным силам, например, в Соединенных Штатах или в других каких-то странах. Ну, и, собственно говоря, все иностранцы, которые по преступлению кремлевского режима могут быть интересны властям страны и гражданства. Под эти случаи попадали и студенты, попадали и преподаватели английского, которые приезжали. Поэтому потенциально любому представителю так называемой недружественной для России страны, согласно их перечню, грозит такая опасность. Николай, уточните, имеют ли право защитники и адвокаты доступ к таким вот заложникам Кремля и какое отношение к задержанным? Ну, в случае задержания, конечно же, эти иностранные граждане имеют право на адвоката. Другой вопрос, что не всегда бывает так, что независимого адвоката допускают до них сразу, иногда предоставляют адвокатов по назначению, а некоторые из них, так называемые, карманные, входят в сговор со следствием. В любом случае, весь комплекс прав, который предусмотрен в отношении обвиняемых и подозреваемых, эти люди могут реализовывать. Также они имеют право на посещение консула страны и гражданства. Ну, и не можем с вами не обсудить сегодняшний приговор. Моргор суд приговорил российского оппозиционного политика и журналиста Владимира Карамурзу на один из самых крупных приговоров, это 25 лет колонии по обвинению якобы в государственной измене и распространении фейков о войне. Мы видим, что уже есть реакция Запада, в частности, генеральный секретарь Совета Европы Мария Печинович-Бурич осудила российские власти за этот приговор. И вот, Николай, как вы прокомментируете такую расправу? 25 лет колонии, в то время как настоящие убийцы сейчас становятся героями России и собираются в будущем еще и стать политиками. Ну, скажем так, вот этими совершенно безумными двузначными сроками и Владимиру Карамурзе, и другим политзаключенным, крымским татарам уже достаточно долгое время двузначные сроки выносят. У меня складывается ощущение, что это такая мантра для самого режима убедить себя, что вот мы этот срок выстоим, продержимся, а люди будут сидеть. Хотя, конечно, это наивно. Конечно, путинский режим столько не продержится. И это показывает только вот всю ту степень озлобленности Кремля на людей, которые говорят правду, на людей, которые придерживаются демократических принципов. Причем, ну, в случае с Карамурзой совершенно садистским образом ему дали судью, который входил в список санкционный по закону Магнитского, собственно, адвокацией которого этого закона Карамурза в свое время занимался. То есть там вообще прямой конфликт интересов. Дали судью, который пострадал от действий Карамурзы. И этот судья нанимал одну из западных юридических фирм и безуспешно пытался выйти из этого списка, и не выше. И вот сейчас, после двух попыток отравления, Карамурзе дали, ну, можно сказать, высшую меру. Высшее только пожизненное лишение свободы, которая по данным статьям не применяется. Совершенно очевидно, что это месть за его деятельность, за его дружбу с Макейным и за то, что он открыто всегда противостоял российской власти с открытым забралом. Николай, ну мы видим, действительно, я уже сказал, реакция Запада, пишут разные версии по поводу задержания Карамурзы и вот такого страшного срока для него. Как вы считаете, чем-то может это закончиться в лучшую сторону для самого оппозиционного политика? Ну, прежде всего, у него не очень хорошее здоровье, особенно после двух отравлений. В условиях российской тюрьмы никакой медицины нет. Мы видим по ряду других политзаключенных, в том числе по Алексею Навальному, что там просто убивают людей. Медленно, но планомерно. Поэтому давайте честно скажем, что единственный способ выхода на свободу Карамурзы и других политзаключенных это падение путинского режима. Других вариантов, к сожалению, нет. И либо они там подибнут в тюрьмах, как уже погибают, вот я упомянул крымских татар, украинские политзаключенные, только за три последних месяца два украинских политзаключенных погибли в российской тюрьме из-за того, что им не оказывали помощь необходимую. Это Константин Ширинг и это Джамиль Гафаров. Если такая динамика будет продолжаться, эти все политзаключенные будут просто там умирать. Поэтому единственный шанс для них это выйти, это крушение режима. Знаете, сейчас Z-паблики распространяют также информацию о том, что Владимир Карамурза имеет второе гражданство, паспорт Великобритании, Великобритания якобы, да, конечно же, и недружественная страна для России. Как вы считаете, если есть этот паспорт, если есть такое гражданство, может бы Владимир Карамурза использовать его как для обменного фонда? Вы знаете, маловероятно, потому что Кремль вряд ли сейчас готов на какие-то сделки, связанные с лицами, которыми он считает российскими гражданами.